Дошкольное образовательное учреждение номер 28 Ленинского района столицы разработало уникальную методику обучения по государственному языку. Детям утром на кыргызском языке показывают различные изображения из быта и окружения в специальных брошюрах, вышитых из войлока воспитателями. Благодаря тематическому обучению и последующим закреплением этого же материала на русском языке, многонациональная группа дошколят прекрасно усваивает кыргызский. С 2015 года мы начали работать по методике многоязычия. У нас есть в основном на кыргызском языке. И у нас мы практикуем два языка, кыргызский и русский. Что еще? Раньше наш садик был русскоязычным, теперь он многоязычный. В Кыргызском государственном техническом университете имени Исха Каразакова организована выставка современных методик, технологий и электронных методов, используемых в обучении по госязыку. Мы привезли на выставку множество авторских учебников и учебно-методических пособий, написанных нашими коллегами. Например, практический курс кыргызского языка. Мы ведем обучение госязыка инновационным методам по уровням. Поступивших к нам студентов мы тестируем и делим по группам, начиная с А1 и выше. Мы сами составили типовую и рабочую программы. Мы используем разные методы, чтобы обучающиеся быстрее изучали кыргызский. Заместитель председателя Кабмина Идиль Байсалов и исполняющий обязанности министра образования Уламбек Мамбитакунов ознакомились с выставкой в КГТУ и присоединились к круглому столу, где происходило совещание, анализ состояния преподавания государственного языка в сфере образования в рамках объявленного месяца ко дню государственного языка. На развитие нашего родного кыргызского языка изданы указы, постановления и прорабатываются программы, а также рассматриваются выделяемые для этого материальные средства из бюджета. А для эффективного и рационального использования этих средств для качественного обучения кыргызского языка будут широко применяться информационные технологии. На совещании участники подчеркнули, что была принята государственная программа до 2026 года, по которой выделено 335 миллионов сомов для осуществления около 200 мероприятий. А по инициативе Кабмина в этом году проводится месячник по развитию кыргызского языка. Мы должны унифицировать все нормативно-правловые базы, все правила, начиная от обычного общения до научно-исследовательских проектов. Поэтому трудно переоценить роль сегодняшней конференции. Я думаю, что мы этим не будем останавливаться. Мы будем работать в этом направлении очень амбициозно и очень требовательно. Дело в том, что все факторы, все фундаментальные причины у нас имеются, реальные причины, но мы сами, проще говоря, оплошали и не можем осуществить полноценную жизнь государственным языком. Для придания массовости использования кыргызского на примере языка межэтнического общения и впредь обещают проводить разного рода мероприятия.